Государственная Дума Российской Федерации приняла новый закон. Он касается темы засорения русского языка иностранными словами. Я уже об этом много-много раз говорил. Этой темой я занимаюсь уже лет 10-15, еще и в газетах, которые я возглавлял, об этом писал и так выступал. Ну вот, знаете, как говорится, Бог услышал мои молитвы и молитвы всех тех, кто выступал по этому вопросу. Теперь давайте рассмотрим этот вопрос. Во-первых, я хотел бы вам сказать, что категорически, категорически не приемлю ту ситуацию, которая сложилась у нас сегодня на телевидении. Там две больших проблем. Первая большая проблема – это то, что наше российское телевидение под шумок этой операции, которая у нас идет на Западе, завоевали все западные журналисты. Нет ни одного человека русского происхождения на русском российском телевидении. То ли украинцы, то ли вы сами знаете, кто кого называть нельзя, то ли еще из различных каких-то стран. И все они по-русски еле-еле лопочут, потому что нифига не понимают смысла этого языка. Особенно это было видно, когда вот чемпионат мира происходил, то комментаторы, которые, естественно, все из украинцев или ближневосточников, комментаторы эти спортивные, они лопотали, они не могли ни одной фамилии называть, ни английской. Вообще не могли правильно. То есть у них нет понимания, куда ставится ударение в слове, если это слово принадлежит определенному какому-то народу. И далеко ходить даже не надо эти физкультурные комментаторы. Ладно, там, как говорится, сам спорт подразумевает то, что там всего одна извилина на всю футбольную или какую-то другую олимпийскую команду. Это давно известно еще со школы, и всегда это было так. А фишка-то в чем? Вот у нас даже журналисты, которые освещают политику, то есть высокое искусство, даже они не соображают по телеку, что несут. Ну, вы знаете, в Англии поменяли Бориса Джонсона и Трасс на индийского пацана. И этого индийского пацана зовут Риши Сунак. Индийское произношение фамилии всегда вот в такой форме, всегда на последнюю букву. Даже если он сам хочет на первую, даже если все словари говорят, ставьте на первую, ставьте на первую. Никаким Сунаком он никогда быть не может. Он индийец, он должен быть Сунак. И вот все его Риши Сунак, Риши Сунак, Риши Сунак, Риши Сунак. Понимаете, им-то те, которые на англицизмах взросшенные, которые не понимают русского языка, им пофигу абсолютно, что они несут в эфир. Но мы-то с вами слушаем, и у нас ломает это вот устройство головного мозга все время вот это галиматья ломает. Дальше, второй пример. Прислушайтесь сами, я хотел было собрать какие-то варианты, но просто это каждый день происходит. Например, по-русски нужно говорить, что вот такое-то событие произошло в сети. В сети имеется в виду, в сети интернет. Нет, все эти пацаны, которые пронизаны украинизмом, западноевропеизмом и ближневосточнизмом, они все в сети, в сети. Но в какой сети? Нет такого русского слова в сети. Есть в сети интернет. Потому что в сети, это когда говорят, вот он попал в сети. В сети это множественное число, и вот тогда ударение ставится на первый слог. А если в сети, то есть в какой-то конкретной сети, то естественно на последний слог. Похороны бывшего премьер-министра пройдут 12 июля на его малой родине, в префектуре Ямагути. Панихида состоится днем ранее там же, а пока тело политика доставили в его дом в Токио. Между тем в сети появились новые кадры, на которых виден момент нападения. Закрыли и удалили свои страницы, но все же сделали это поздно. Их фото все равно остались в сети. И от этого никуда не деться. Главным поражающим фактором непогоды стал ветер. В сети появилось видео, снятая камера наблюдения в одном из жилых комплексов. Сегодня наши дети чинились дедом в сети. Эй, Сережа, не грусти, посидишь еще в сети. И понимаете, у нас каждый журналист сегодня, по каждому каналу, особенно первый, второй и третий, все время в сети. И вот удивительно. Третье, что хочу сказать. Вот у нас Государственная Дума приняла в первом чтении этот закон. Хорошо? Ну, в принципе, хорошо. Но как они будут это все выполнять? Я, например, не представляю. Они что, этих журналистов будут выкорчевывать и выгонять или переучивать их? Но там нужно половину лексикона убирать у людей, которые лопочут нам с первых каналов. Они потому что сами родились не в нашей стране, ну, может быть, их там бабушки, папы. То есть люди, которые совершенным менталитетом не обладают русского человека, они не умеют понимать русский язык. Это примерно так, как вот вы, мы слушали и разговаривали на улице с вами, с представителями, ну, допустим, Средней Азии или, может быть, какого-нибудь там Закавказья. Вот примерно так. Ну и, наконец, самое главное. Президент, депутат, конституция, политика, министр, секретарь и куча-куча всего. Мэрия, мэрия, там еще какие-то, премьер-министр даже можно вспомнить. Вот самые-самые большие, самые большие термины государства, они все иностранные. И это произошло только вот в это демократическое время. Раньше у нас был кто там? Генеральный секретарь. Ну, хотя бы генеральный хотя бы было, в принципе. Ну, тоже ведь не русский, понимаете? Генеральный – это французское происхождение, а секретарь – это тоже, по-моему, французское слово, насколько я правильно помню. То есть, понимаете, все эти власть, придержащие, как я сказал в одном из своих выступлений, эти пастухи, которые себя городят теперь местными, они, хочешь не хочешь, они разговаривают на чужом языке, на своем каком-то том иностранном. Ну, у нас сегодня, конечно, вот один язык, английский, и я вам уже говорил, и все вы уже прекрасно помните, как только мы лобызали во все чересла Наполеона и учили французский язык, так он нам учинил огромную войну с пожаром в Москве. Как только мы по-немецки стали разговаривать в 20-30-х годах и плюхнулись перед Гитлером на коленке, маленьким, еще тогда, когда он еще художничком был, он нам принес вот эту Вторую мировую войну. Сегодня мы изучаем английский язык, и он нам принес уже вот эту войну там, на рубежах Дона и Днепра. Понимаете, смысл в чем? Как только ты начинаешь кого-то облизывать на государственном уровне и отдавать свои завоевания ему, то тот начинает становиться на дыбы, считать себя королем ситуации и просто начинает пороть свою новую жертву во все дыхательные и пихательные. И самое интересное, самое интересное, что виноват в этом тот человек, который разрешает. Нет никакой необходимости разговаривать на английском языке, вообще никакой нет необходимости. Я даже вам пример приведу. Помните, мы с вами смеялись там в какое-то время на украинизации Украины, что они там на свой какой-то язык перешли. Но потом они перешли больше и стали смотреть на ту самую Англию и на те англоязычные страны и получили себе в спину вот как раз то, что сегодня у нас происходит. Фактически Украина сама себя сдала тем, перед кем она растопырила свои ноги. И революцию-то мы получили тоже от германцев, тоже, когда Ленин 10 лет жил в Германии перед 1917 годом и потом сюда приехал. К нам приехал-то чужой человек, он никогда в России даже и может быть не рождался, потому что я думаю, что это ему придумали такую всякую эту эпопею с Рождеством и со всеми этими его братьями и сестрами, которые все такие, знаете, стреляли из нагадов. Такое ощущение получается, что как будто в Российской империи не было никакого порядка, городовые стояли только для того, чтобы быть новогодней елкой, а все нормальные бравые политики только и стреляли в императоров, которые проезжали мимо них. Но об императорах в другом фильме я вам расскажу, а здесь хочу все-таки поставить тот самый вопрос. Вопрос. Депутаты, которые называются нерусским словом, как они будут с нерусскими словами бороться? Я совершенно не понимаю. И второе. Почти вся Государственная Дума состоит из нерусских депутатов. Против этого я, ну так скажем, против происхождения каждого депутата я ничего не имею. Это их право, их реальность воплощения на нашей земле, имеется в виду на планете. Но дело в том, что они сами, перейдя на русский язык со своих языков малых народов, они не понимают половину того, о чем на русском языке говорят. Потому что русский язык – это древний язык, очень древний и очень сложный, не потому что в нем там много падежей или склонений всяких, а потому что со временем каждое слово в себя впитало огромную, огромную такую, знаете, величину различных образов. И когда мы говорим слово «батарея», то в принципе мы открываем несколько миров сразу. От простого обогревательного мира для целого воинственного мира. И также со словом «мир» помните все эти споры о том, о чем все-таки Лева Толстый написал в своем заголовке «Война и мир»? То ли о войне и сражении, и достигнутом мире, то ли о мире в смысле светском, как вот жили те люди в то время, когда была эта самая война. Так что следим за нашей Государственной Думой. Но в принципе сам вектор того, что наконец-то к русскому языку хотя бы депутаты немножечко повернули своими фейсами, и мы, так скажем, получше их великие лики начинаем разглядывать и начинаем видеть, что они-то, оказывается, сияют, у них сияние там. А сама система с истреблением англицизмов из русского языка – это хорошо. Лишь бы только мы бы не перешли по нашим этим кормчам на китайский язык, потому что тогда нафиг получим и от Китая себе войну. А если мы уже все-таки на русском как-то затормозимся, тогда, может быть, все-таки освободим свою страну от этих, знаете, восточных и ближневосточных пастухов, потому что их голову без извилин, нам уже просвистели все мозги. Мы уже затыкались все время каждый раз натыкаться на одну и ту же мировую войну третий раз за сто лет.